Добрый вечер. Рада приветствовать. Начинаем нашу встречу. Напишите, пожалуйста, как у вас дела, как настроение, как самочувствие. Сегодня план такой. Я рассказываю теоретическую часть, которая основана на моих исследованиях, на изучении вопроса о взрослости, о формировании взрослых людей, о формировании качеств взрослых людей, о том, как работают травмирующие события, как это меняет и на что они влияют. И потом перейдем к практической части. Если у вас после теории останутся вопросы о ваших болезненных травмирующих событиях, то постараюсь их разобрать. Сегодня у нас эфир исследований, поэтому туда вас и приглашаю. Если кто-то вдруг меня не знает, я Ева Бюксель, я психотелесный терапевт, я НЛП-мастер, я работаю в интегральном подходе. И я один из мастеров поля Макса, чему я очень рада находиться в этом поле. И это огромное вдохновение для меня. И сегодня поговорим, вебинар называется «Жизнь без правил» или «Путь творца». То есть о формировании взрослого человека, самодостаточного, самостоятельного, который может создавать свою жизнь по своим правилам. Если у вас уже сейчас есть какие-то ожидания, пожелания от эфира, то можете написать. Добрый вечер всем, кто здесь. И если у вас другое время суток, то доброго времени суток. К чувствуя сказочного путешествия в осознанности, трансформационные процессы. Начала заболевать после выполнения родовых практик 2-4 ноября. Напиши мне, пожалуйста, табличку, попробуем разобрать, потому что трансформации, они в том числе могут происходить через болезни. Я подготовила презентацию, я очень старалась. Интересный вопрос в чате. Ума и эго – это одно и то же. Получается, что в этих воплощениях мы развиваемся наш мозг. Самое основное – управлять умом. Хороший вопрос. Он действительно перекликается с эфиром, потому что ментальной энергии у людей очень много, у современных людей. Ментальной энергии очень много. И наша задача – научиться эту ментальную энергию использовать на благо, в первую очередь, свое собственное, того мира, в котором мы живем. Это одна из задач зрелости. Поэтому все наши качества, все наши способности, все наши особенности, отличные от людей, которые жили раньше, они все нам нужны, важны и полезны. И мы отличаемся от тех идеальных людей, которые описывали в древних учениях. То есть мы другие. И по-другому нас формировало в процессе взросления. И об этом тоже буду говорить, как человеки менялись благодаря тем травмирующим событиям, которые мы переживали в нашем детстве. И благодаря этому поменялось все наше поколение, и, соответственно, мир меняется. Люди таким образом эволюционируют. Надеюсь, когда-нибудь будут эволюционировать через радость, удовольствие. Так, моя презентация. Сейчас я сделаю красиво. Ой, не так. Вот так. Та информация, о которой я сейчас расскажу, она пришла в ходе создания курса, который так и называется «Жизнь без правил и путь творца». И этот вебинар – это основа для этого курса, та самая теоретическая основа, на которой построен курс «Мое видение и восприятие». Я мастер трансформации сознания, НЛП-мастер, психотелесный терапевт, энергопрактик, как я уже сказала. Начать сегодняшний вебинар я хочу с примера, возможно, многие его знают. Эта история описана в книге о эмоциональном интеллекте. К сожалению, я забыла автора. Называлась эта история «Сеанс многовенного исцеления от невезения». История о том, что как в 90-х годах один уже пожилой профессор в американском вузе рассказывал свою историю. И он рассказал людям, которые слушали, первый вариант истории о том, что его отец бросил его несовершеннолетнюю мать, как только узнал, что она беременная. Несовершеннолетняя мать отказалась от него, когда только родила, при том, что ребенок родился недоношенным, слабым здоровьем. Поскольку мать была младкая, и это было в те времена, когда еще к этому относились очень сильно негативно, шансов на усыновление у него не было, и он вырос в детском доме, где его и слабенького, естественно, обижали все остальные дети. И вот эту историю несчастья, он мог ее повторять, но это на самом деле была не его история. А на самом деле его история в его понимании звучала так, что я очень рад, что мой отец сразу же осознал неспособность что-то мне дать и исчезла в моей жизни. Я рад, что моя мама дала мне возможность тоже пройти другим путем и перейти в другой способ жизни, потому что неизвестно, что бы с ним было, если бы он остался со своей матерью. Я рад, что я попал в детский дом. Меня не усыновили, не холили, не лелеяли, и поэтому я смог стать сильнее, научился защищаться. И там же он встретил преподавателя, который вдохновил его, который очень сильно любил то, что он преподавал. И благодаря этому этот профессор проникся любовью к учебе и потом пошел изучать в университете именно те предметы, которыми вдохновил его этот преподаватель. А потом у него сложилась карьера, у него возникла семья, дети, внуки, правнуки. И вот это его история. Я уверена, что он, скорее всего, пришел к этому интуитивно, потому что не так много терапии было в 90-х даже в Америке. И к этому очень часто приходят интуитивно многие люди смотреть на свою историю как не баг, а фича. То есть это не недостаток, это мое супердостоинство. У меня есть подруга, коллега, ее мама умерла, когда ей было 5 лет. И она решила, что это ее преимущество. Она гордилась этим и сейчас гордится, потому что детей без отцов много, а она особенная. Она без мамы, она не такая, как всем. И это то, что очень поддерживало ее и давало ей сил. Это тот механизм, которым воспользовалась ее психика для того, чтобы адаптироваться к случившейся ситуации. И о чем сегодняшний эфир? Сегодня на эфире будет достаточно много о глобальных процессах и последствиях. И что важно понимать? Важно не обесценивать, не игнорировать детские боли, травмы, эмоции. Эт эфир вообще не о том, что если есть какая-то большая польза, то обесценить ту боль, которую пережил человек. Нет. Это важно. Боли исцелять важно, травмы исцелять важно. Это важно менять. Но при этом важно видеть больше. И поэтому цель этого вебинара, цель этой встречи – расширить свою картину мира, чтобы увидеть больше, шире и объемнее. Мы живем в очень полярном мире, и наша задача как раз расширить свое восприятие для того, чтобы видеть обе полярности. То есть видеть и то, что да, было больно, и то, что это принесло какие-то изменения, какие-то ресурсы, какую-то пользу. И это очень большая польза в том числе и на уровне человечества. И я буду приводить примеры об этом. Поэтому ни в коем случае не игнорировать, не заметать под коврик те болезненные ситуации, которые были. Их, конечно же, нужно исцелять, но при этом видеть, что есть больше, объемнее и разнообразнее. Поэтому, пожалуйста, внимательно к себе. То есть важно все. Это тоже про расширение. Важны и маленькие переживания, и более крупные последствия. И поэтому сегодня я хочу показать, я надеюсь, что вы сможете увидеть эту силу наработанных качеств и присвоить себе те игнорируемые силы, которые очень часто мы не видим за травмами и за болезненными ситуациями. Потому что если в какой-то ситуации мне было больно, то, скорее всего, я не хочу туда смотреть внимание, и через это я не могу взять ту силу, которая помогла мне пережить эту боль. Я буду показывать дальше на примерах. Потому что фишка травмирующих ситуаций в том, что вы пережили каждый, кто здесь присутствует, пережил. Значит, сильнее, чем та боль, сильнее, чем та ситуация. Все, что мешает присвоить себе силу, это иллюзии, за которыми мы прячемся. То есть боль, страдания и иллюзия о том, что этого могло бы не быть или о том, что это так не должно быть. Они перекрывают видение, сворачивают наше восприятие себя до уровня маленького страдающего человека. То есть и не дают возможность увидеть, что, да, мне это больно, мне может быть сейчас больно, мне могло быть больно раньше. Но все равно я многомерная, многоуровневая создание. Я болью, в том числе и этой боли, просто потому что она моя. То есть она уже имеет более низкий уровень. Итак, основные травмы, которые, то есть я постаралась их очень простыми словами структурировать, описать. И что дальше происходит, если узнаете себя, пишите, пожалуйста, в чат, либо же отслеживайте. Одна из очень скрытых фоновых состояний, я назвала ее «Я не я, и лошадь не моя». То есть состояние, что я этого не выбирала, я на это не подписывалась, я не соглашалась жить в этом мире. Я вообще здесь не по своей воле случайно здесь оказалась, и я на это все не подписывалась. И можете вот сейчас, когда я проговариваю, если вам откликаются какие-то из этих процессов, можете прислуживаться к своим ощущениям и прям чувствовать, какой кусок силы у вас исчезает, когда вот это вот состояние, я на это не подписывалась или не подписывался. Следующая травма, иллюзия, что моя жизнь зависит от решения других людей. Чаще всего это бывает связано с внутриутробным периодом, и это очень сильно чувствуется у нежеланных детей, у детей сюрпризов, когда, казалось бы, родители не хотели, а ребенок получился помимо их воли, или случайно, или еще прочие разные штуки. Это создает иллюзию, что мир меня не любит, мир воспринимается как опасным, если у мамы были мысли о том, чтобы избавиться от ребенка. Даже если это были одноразовые мимолетные мысли, ребенок в курсе и все воспринимает. Пожалуйста, не впадать в чувство вины, если вдруг вы та самая мама или папа, у которых были эти мысли. Это вебинар не про чувство вины вообще ни разу. Но это действительно чувствуется. Ребенок чувствует чувствами мамы и воспринимает себя чувствами мамы, и, естественно, не воспринимает, что мама – это что-то отдельное, а он отдельный. Когда ребенок в животике у мамы, то он воспринимает все это как один мир, как одно целое. А вся мама – это мир. То есть мир дальше, естественно, еще не воспринимается. Следующая травма, ограничение – это про невозможность действовать. И я рискую предположить, что практически всех из нас спеленали в детстве, ограничивали свободу движения именно тогда, когда человек только научается пользоваться своим телом, научается шевелить руками-ногами, учится дышать, учится понимать, как это вообще все. Вся эта биологическая оболочка функционирует. И в этот момент происходит ограничение движения. В том числе еще и были такие направления в воспитании детей, как не реагировать на крик, покричить «Успокоиться» и невозможность, отсутствие сил у окружающих взрослых реагировать на каждый крик младенца. Это все невозможность действовать, невозможность двигаться. Это помнится как ограничение и бессмысленность действовать. И также воспринимается как невозможность получить результат. То есть я заявляю о своей потребности миру, а мир якобы не отвечает мне на мои потребности. Естественно, это сопровождается очень сильными эмоциями. Это очень травмирующие события, которые важно исцелять. И они влияют на всю оставшуюся жизнь, меняя характер человека и придавая ему новые свойства и качества. И это далеко не всегда вредные свойства и качества, с учетом того, как изменился современный мир. Следующий травма – это ложь, это то, что нечестность с собой. Чаще всего это происходит примерно в возрасте, я буду очень примерно называть возраст, около пяти лет, когда ребенок сталкивается с тем, что взрослые говорят одно, а делают другое. Первый раз сталкивается с какими-то двойными стандартами. Начинает доходить посыл из внешнего мира, если такой посыл есть, что со мной что-то не так. И туда же в период, когда не плачь, не бойся, то есть не испытывай своих чувств, твои чувства неправильные. И, естественно, ребенок не может не испытывать своих чувств, но он может их отрицать и врать себе о том, что он их не испытывает. То есть научиться их блокировать, прятать и скрывать. Это все разновидности, вранья себе. И, естественно, это распространяется на всего восприятие себя человека. Следующий. Это опора на других. Это опора на чужие мнения, на чужие авторитеты. На это очень сильно влияет школьное образование. Особенно если авторитарные учителя, которые говорили, то есть одно мнение правильное, только озвученное учителем или обучающей программой или еще как-то. И те, кто присоединялись к авторитетному мнению, они были молодцы, получали пятерки. А те, кто не присоединялись, это не молодцы. И, соответственно, они плюшки в виде хороших оценок не получали. И для многих выходом в той ситуации было верить авторитетам больше, чем в себе. Верить другим людям больше, чем в себе. Верить мнению большинства, верить социальным стереотипам больше, чем в себе, потому что в таком случае они получали в той или иной форме социальное одобрение. Следующая травма — это отсутствие отклика. Это «я не знаю, что хочу». Это очень длительное изучение и исследование своих желаний. Это следствие того, что когда человек делает не то, что хочется, а то, что ему диктует окружающая среда, то со временем перестает разучаться, слышать то, что хочется. И сейчас мы очень много сил и времени вкладываем в то, чтобы научиться обратно слышать. Зачем это нужно и какая из этого сила, из отсутствия отклика, я скажу дальше. И следующее ощущение собственной недостаточности. Еще Макс называет «сидромом лицефером». Недостаточности себя, такого, какая есть, о том, что в этом мире чего-то недостаточно. И это нам очень сильно и активно транслируется об ограниченности ресурсов, об ограниченности времени, об ограниченности сил, о том, что что-то получить можно только после того, как я что-то сделаю. Например, чувствовать себя счастливой я могу только после того, как я достигну каких-то успехов и прочие странные псевдологичные вещи. Насколько вам откликаются вот эти вот травмы, какие есть у вас, напишите, пожалуйста, в чате. Я в таком формате вебинар провожу первый раз, поэтому мне очень важно, как это заходит. Насколько понятно, есть ли вопросы на данный момент по этим травмам. «Я не знаю, что хочу». «Всё по чуть-чуть». Откликается, в принципе, «всё». «1, 2, 4, 5, 7». «Всё есть, но больше всего сейчас проявляется отсутствие отклика». «Ложь, я не знаю, что хочу». «Всё понемногу есть». «У меня тоже есть всё понемногу, поэтому всё хорошо». Я дальше расскажу, что это не бака-фича. То есть травмы на самом деле – это то, что до меня снизошло, а пришёл ко мне инсайт, что вот эти все сложные события, причём травмы, они более-менее типичные. Почему? Именно для того, чтобы как можно у большего количества людей выбрать определённые навыки. выработать. И вот у меня есть гипотеза о том, какие навыки выработать. И я очень хочу её озвучить и получить обратную связь. «У недостаточности откуда ноги растут?» Откуда ноги растут у недостаточности? Тут не совсем поняла вопрос. В принципе, это общая идея, которая витает в современном мире. Вот эта идея о том, что очень мало ресурсов, поэтому давайте меньше потреблять. А я тут подумала и спросила, почему нет таких движений, давайте меньше производить. Очень мало времени, поэтому я ничего не успеваю. Но если я делаю только то, что я хочу, я всё успеваю. То есть у меня мало времени на чужое, на своё у меня всё ок. Что ещё по недостаточности? Может быть, раскроется ещё в процессе. Нестаточность — это отдельная очень большая тема. Вот эта вот иллюзия, как иллюзия недостаточности, прикрывает сверхизобильность нашего мира. Так, торможи с действиями, хотя потенциал огромнейший. И со всех сторон уже идёт процесс масштабирования. Нежеланный ребёнок. Мама не успела сделать аборт. Папа появился, когда мне было пять, до двенадцати. Переходил к моему гостю. Народили, скрывали, что он является моим отцом. А я ждала папу, до двенадцати лет я вытянулась. Мама, что здесь Саша, есть мой отец. Интересно. Интересно поисследовать, какие суперсилы ты получила благодаря этой ситуации. Потому что за каждой травмой есть суперсила. И присвоить эту суперсилу очень важно. То есть она есть. И всё, что нужно, это осознать её и напрямую её пользоваться. Ограничивала себя в действиях, не умела опираться на себя. Мама говорила всегда, что думала рожать и не рожать, так как ей было 36 лет. Благодарю, что делитесь и пишете. Что у нас дальше? Дальше идём к тем всеми силам, которые спрятаны за травмами. Первая травма. Я в следующий раз возьму это дело более наглядным. Первая травма – это я этот мир не выбирала. Иллюзия, что с этим миром что-то не так. Что это даёт? Это даёт расширение возможности направления своей мысли в сторону, что мир может быть другим. То есть это не исключает того, что мир сейчас такой, принять как есть очень важно. Но при этом понимать, что мир может быть ещё и другим. Мир возможно трансформировать, можно его поменять. Мама что-то принимала, я всё равно родилась. Благодарю, что делитесь. Сейчас как раз об этом скажу. По поводу нежеланных детей. И по поводу идеи, которая тоже очень сильно массовая, что ребёнок обязан своей жизнью родителям. Вот нежеланные дети могут подтвердить, что нет. Жизнь человека – это выбор самого человека. Родители могли хотеть, могли не хотеть. Но их желание не влияло на то, что человек появляется. Это подтверждают в том числе дети, которые выживают после абортов. Это подтверждают те дети, которые мама делает какие-то неочевидные попытки избавиться от ребёнка. Ребёнок всё равно остаётся. И да, есть определённая часть душ, которые выбирают прожить опыт нерождения. Мы сейчас говорим о присутствующем. И вот все, кто присутствует, неважно, какие там были состояния, чувства, опыт родителей, хотели они или не хотели, это их опыт. Ваш выбор был в том, чтобы родиться. Это была ваша воля. Был сделан выбор, чтобы жить. И вот этим процессом в том числе наглядно показано, что ваша воля сильнее, чем всё, что остальное окружает вас. То есть мир вашей воли подчиняется, не могу сказать, но он выстраивается под вашу волю. Поэтому если человек хочет жить, то все остальные соглашаются, и жизнь продолжается. И это особенно интересно, если осознать, что вот на тот момент эмбриончик, это ещё даже ребёночек нормальный, не сформированный, ручек-ножек нет, а воля уже есть. И вот моя воля исполняется, даже когда я вот такая вот маленькая, слабенькая, без ручек и ножек, а мир всё равно исполняет мою волю, когда моя воля жить, ну или не жить, по-разному. И вот это вот ощущение, что моя воля исполняется, вот это предлагаю увидеть, особенно тем, кто нежеланные дети. Следующий этап, это как раз вот примерно от рождения, где-то плюс-минус до трёх лет. Это момент пеленания, то есть обездвиживания. И когда не приходили по первому крику, не удовлетворяли потребности по первому крику. Что это даёт? Это даёт осознание, что нам не нужно очень много действовать. То есть у нас нет столько потребностей в действии, как были у наших родителей или бабушек, дедушек или наших предков 100-200 лет назад. То есть, по крайней мере, все, кто присутствует здесь и все, кто смотрит этот вебинар, мы живём в очень комфортном мире, где нет необходимости тяжело работать для того, чтобы выжить. Так тяжело, как работали наши предки. У нас этой необходимости нет. Да, я могу себе выбрать это, но необходимости нет, потому что масса людей, в том числе, например, мой личный опыт, что нет необходимости, именно тяжело физически работать, если я это не выбираю. Если я это выбирала, то я, конечно, могу это сделать, но Вселенная обычно не хвалит меня за это. И задача – осознать, что не нужно действовать, чтобы жить, потому что есть прекрасная, замечательная программа. Я её называю программой суеты, я очень многих её наблюдаю, постоянно что-то делать. То есть постоянно быть чем-то занятым, отсутствие возможности отдыхать. Отдыхать только, если очень сильно устанет человек, или отдыхать только, если человек заболеет. Вот здесь эта программа, которая как раз помогала нашим предкам выживать, для нас она лишняя и избыточная. Почему она лишняя и избыточная? Потому что современные люди, как говорили в начале эфира, очень много ментальной энергии. То есть наша задача – быть творцами, но не массовыми производителями, не массовыми делателями дел. Я надеюсь, я понятно выражаюсь, потому что я первый раз это озвучиваю вслух, и звучит ещё немножко угловато. Почему современным людям нельзя много действовать именно во внешнем мире? Потому что производительность труда сейчас очень высокая. По некоторым данным, один человек может обеспечить всем необходимым 100 человек. То есть один человек производит в 100 раз больше, чем ему нужно. Если все люди будут прям вот активно, физически работать, активно, постоянно что-то делать, то я думаю, вы можете представить, что будет с этим миром. У нас и так кризис перепроизводства. Именно в том мире, в котором мы живем, в той части мира, в которой мы живем, выбрасывается огромное количество еды. То есть зачем-то производится лишняя еда. Вопрос – зачем? Я думаю, что все видели фотографии про кладбище автомобилей, про какие-то мёртвые города, про другие всякие, про излишне произведённую одежду. То есть вот это вот всё лишнее, то, что произведено, оно не нужно миру, оно не нужно планете, оно по большому счёту и людям особенно не нужно. И для того, чтобы это остановить, каждому конкретному человеку через ограничение в движении пытаются объяснить, что не нужно делать, чтобы делать, что действие должно быть прочувствованным, действие должно быть целевым, и бездействие – это тоже ценность. Отсутствие внешней активности – это тоже ценность, это в этот момент происходят очень важные и нужные процессы. То есть перестать суетиться. Это одна из задач современных людей. И очень важно, чтобы вот эту задачу приняли, в том числе для себя. Научиться отдыхать и перестать суетиться, перестать совершать избыточные движения, перестать совершать лишние движения. Я сейчас почитаю комментарии. Так, я как раз не люблю суетиться. Так, текут слезы. Хорошо. Дышите, выдыхайте. Долго жила через волевые усилия. Воля, как мой двигатель, но шла подмена в плане, что я не делала, что хочу, а то, что нужно. Была нежеланным ребенком. Вот сейчас, может быть, сложно обнаружить то, что я говорю, потому что это очень глубинные процессы. И с людьми обычно я работаю в глубокой терапии, в трансе для того, чтобы это пришло как внутреннее осознание и внутреннее понимание. Но хотя бы на уровне восприятия, то есть расширить свое восприятие и допустить мысль, посмотреть на этот мир по-другому, что не я нежеланный ребенок, который никому нафиг не нужен, а я настолько нужна этому миру, что я сказала на определенном этапе, я хочу жить, мир сказал «Окей, на, вот живи». И все остальное – это мелочи, на которые я уже могу не обращать внимания, потому что они не перекрыли процесс, не остановили, да, они его изменили, откорректировали, но все равно основное движение осталось. Не люблю суетиться. Отлично, переставайте суетиться. Много вещей выбрасывается. Да, совершенно верно. И вот я еще подробнее об этом скажу в седьмом пункте – про избыточность. Но вот один из моментов для того, чтобы люди меньше производили – включить осознанность. Это длинный процесс. Поэтому ограничивали движение. Поэтому сейчас так много людей, которые тяжело много работать, много прокрастинации, много лени. Потому что очень часто движение и действие идет не из желаний души, а из вот этой вот программы, из выживальческой программы, которая нам не актуальна, а для современной планеты она вредна. Потому что при современном уровне технологий, при этом, я думаю, многие знают, что технологии еще сдерживаются. Они искусственно ограничиваются. Если мы не начнем действовать спокойно, расслабленно и исключительно на достаточном уровне, то есть без избыточности действий, то таким образом ограничивают нас через лень и прокрастинацию для того, чтобы все-таки научиться слышать и действовать то, что нужно. Бабушка до сих пор постоянно суетится 84 года привычкам. Да, но в том числе это помогает ей сохранить молодость, активность, здоровье. То есть двигаться нужно, но нужно двигаться в кайф. То есть действовать, да, но действовать, например, пойти погулять, заняться чем-то, получить от чего-то удовольствие, сделать что-то приятное и неполезное. Но это может быть приятное для здоровья, это может быть какое-то развлечение. То есть двигаться однозначно нужно, но именно полезность, вот это вот вредная идея уже в современном мире. Страха вдруг в будущем не будет. Да, есть такой страх. Страхи вообще их много. Они всегда есть. Они тоже выполняют свою полезную функцию. Сам ничего не хочу, не знаю, что делать, ищу управление снаружи, есть неполноценность. Мне очень помог дизайн человека, мой генетический тип проектора. Я осознала, что мой дизайн не предполагает излишнюю активность. Это было начало, что в день программы что-то делать, но достаточно явление еще есть. Я тоже проектор по дизайну человека. Я для себя поняла, что если я делаю из кайфа, вот именно из внутреннего удовольствия, из внутреннего желания, то я могу совершать очень много действий. А вот если я начинаю себя заставлять, тогда там энергия очень быстро заканчивается. Еще когда напившись кофе, так сколько суеты. Между удовольствием и удовлетворением какая разница? К чему вопрос? Меня нервирует, что муж мало двигается, постоянно мне говорит, остановись, отдохни. Я сейчас скажу совершенно очевидную вещь, перестань нервничать. Прислушайся к себе и, возможно, все-таки действовать можно, но действовать из какой мотивации? Почему? Я настолько люблю чистоту, что убираю пять раз в доме? Точно? То есть из какой мотивации я действую? Есть ли в этом действие любовь? Есть ли в этом действие любовь к себе? Я когда действую, я распространяю волны напряжения, тревоги, беспокойства и всего остального? Или когда я действую, я распространяю любовь и силу? В каком состоянии я действую? У меня так была избыточность планирования. Потом не хотелось сделать и в раскачке чувств больше, чем можно, как следствие быстрое выгорание. Да, и это вот тоже, ну, не хотите становиться добровольно? Вот вам выгорание. Не хотите делать то, что вам душа подсказывает? Вот вам прокрастинация. Мир найдет, как защититься от нас. Состояние лени полный ступор, а на легкости и желании все легко делается и легко получается. Вот именно на легкости и желании и там нет лени. Когда я делаю то, что я хочу, там нет лени. Там нет скуки. Там даже тяжелые и неприятные вещи. Я все равно делаю, я учусь, я грызу, я шкребусь туда, потому что я это хочу. Мой отец искренне считал, что мы не сможем обеспечить себя и своих детей и сядем ему на шею, потому что еще возможно заработать деньги не физическим трудом, а интеллектом. Это его мнение, его опыт, можно отдать это ему. Благодарю, что нравятся мои эфиры. Иду дальше. У нас еще 4 пункта, 4 силы. Благодарю, что активно поддерживаете и делитесь. Мне это очень помогает. Следующий этап в травмах это было про ложь. Это как раз период около 5 лет. Период, когда ребенок обнаруживает, что слова расходятся с делом, о том, что люди разные, по-разному реагируют, что я ожидаю одну реакцию, а получаю другую. На самом деле, это сила, которая за этим стоит, это увидеть, что мы разные и при этом мы вместе. Как это отличается от того, что у нас заложено в родовых программах. То есть раньше такому уровню инаковости не было места. Люди, которые настолько сильно отличались, они не оставались в общинах по той или иной причине. У нас сейчас есть возможность, у нас мир так построен, что есть возможность быть очень разными, быть каждой индивидуальностью и при этом быть вместе. жить на одной территории, создавать какие-то совместные проекты, именно партнерские, когда люди очень сильно отличаются, в том числе и в отношениях, создавать партнерские отношения не с тем человеком, который на меня похож, а который от меня отличается, и при этом я могу наладить коммуникацию и вот обогащается один и второй человек. То есть было очень важно, чтобы люди научились видеть различия и при этом видеть, что да, я отличаюсь от своих родителей, но они всё равно от меня никуда не делись. Крайне мере, мои от меня точно не делись. Поняла, как я загоняла себя в депрессию, которая приводила к выгоранию. Я тоже так делала. Сейчас очень стараюсь этого не делать. Да, и я тоже загоняла себя сама. Прям даже некого обвинить, ни на кого пожаловаться. Прям всё делала своими руками. С честностью. Дальше. Следующий этап это была самостоятельность. Это один из моих любимых этапов. Когда я изучала эту тему о возрастах и взрослениях, я изучала её на основе славянских традиций, славянского уклада жизни. И там была приколена такая штука, что детей обучали постепенно и постепенно давали задачи по силам. То есть ребёнок он рос, он со временем получал какие-то части забот по дому и ему давалось задание, которое соответствует его силам. Допустим, сначала ложечки разложить, потом тарелочки, потом почистить овощи, потом поредать, потом сварить. То есть какие-то постепенные задачи, которые соответствуют его возрасту, которые позволяют постепенно нарабатывать силу. Всё прекрасно и замечательно. И я в тот момент, когда посмотрела на эту идеальную картину, мне стало очень грустно, потому что лично я была лишена этого постепенного. То есть либо сразу делать идеально, сразу с первого раза решить задачу по математике на пятёрку, либо ты лузер, двоечник и учиться постепенно там три, четыре, пять. Что за бред? Нет, конечно же, только пятёрки, всё. То есть ошибок быть не может, постепенного наращивания мастерства тоже быть не может, всё должно быть сделано сразу. Я, поскольку это была одна из моих травм, я долго задумала, какая же тут сила может быть, когда ребёнку дают задания не по его силам, которые не соответствуют его уровню умений, навыков, может не соответствовать его возрасту. В том числе я очень часто встречаю в работе, когда старшим сёстрам прям вот полноценно вручалась забота о младших детях. То есть она сама ещё десятилетний ребёнок, а я опачки так, младенца вручили, ты же старшая, ты всё можешь. А что это даёт? На самом деле это даёт выход за пределы своих возможностей, то есть это доступ к сверхспособностям. Потому что если я развиваюсь постепенно, всё классно и замечательно, но у меня нет причин к квантовым скачкам. А когда даётся какая-то сверхзадача, и не будем сейчас говорить какой ценой, включается механизм, что мне нужно её решить. Да, пусть это на страхе, неважно сейчас, но я её решаю, либо же я в любом случае выживаю в этих условиях, это про сверхспособности, это про выход за свои рамки. И вот именно этому учили нас, давая нам задачи не посетила. Поэтому если вдруг вы в детстве сталкивались с такой ситуацией, что задачи были для вас слишком сложны, конечно же вы помните те задачи, с которыми вы не справились, потому что именно на них обратилось больше всего внимания. Но можно вспомнить те задачи, с которыми вы справились, которые не были вам по возрасту, и это про то, что вы можете выходить далеко за пределы своих возможностей. это то, что важно донести современным людям о сверхспособностях, о сверхвозможностях, и о том, что можно туда выйти на желание, на стремление, и мир открытый поддается этому. Сейчас если нет на пять, то ремнем по попе. Да, это та цена, которую мы платили. Но сейчас мы в это не идем, потому что это исцеление, это отдельный раздел. Сейчас я про расширение. То есть да, вот топливо было вот таким, но результат выход за пределы своих возможностей. Выход за пределы того, что я думала для меня доступно. Да, я заботилась о всех. папа в дневнике стиралась, а потом попругался сильно за это. Знакомая выничала племянницу с пеленки, теперь не хочет рожать, надоела нянчить. Возможно, она просто не хочет детей, то есть можно в современном мире не хотеть быть мамой. вот, а можно это исцелить и тогда уже прислушаться к своим желаниям и если человек хочет, то хотеть детей рожать, если нет, то не рожать, чтобы не травма определяла мое поведение, а мои желания. Так, следующий, тоже очень прикольный пункт про отклик соответствует примерно подростковому возрасту, как раз когда очень много чувств и эмоций, как раз когда идет еще большая ориентация на коллектив, в котором человек находится, и вот это вот неслышание отклика, забивание своего голоса авторитетами, голосами других людей, программами, теми правилами, которые приняты в этом обществе, в этой среде, но которые мне не резонируют, это дает мне возможность научиться отличать свое от чужого. Потому что если я нахожусь в каких-то приятных условиях, если там в принципе мне все откликается, если я в принципе большому счету на все согласна, мне там хорошо, то вот эта вот граница, где мое, где не мое, она стирается. Я не могу настолько четко и тонко слышать себя. А когда по принципу вареных лягушек, я думаю, все знаете эту идею или эксперимент, кстати, мне интересно, знаете, это легенда или действительно так работает? Считается, что если лягушку положить в холодную воду и постепенно медленно эту воду нагревать, лягушка нагреется и сварится, даже не заметив, что она сварилась. А если лягушку кинуть в кипяток, ну там условно достаточно горячую воду, то она выпрыгнет из нее и вот в вот эти ситуации, где очень сильно навязывалось не мое, это как раз тот самый кипяток, для того, чтобы я выпрыгнула и научилась слышать себя. Вот максимально слышать себя и идти за собой, за своим откликом, за своими желаниями. Сейчас еще. Благодарю, что пишете активно в чате. Очень классный эфир, пришла к этому уже тоже недавно, а при моем вопросе в 6 лет кого больше любят, отвечала, что сестру новорожденной. Я была очень чувствительная, мнительная, пессимистичная, и в одной из сессий я прям физически почувствовала в этой ситуации огромные небезразличные любовь мамы и желание сделать меня сильнее, чтобы я могла принять все блага мира. Благодарю, Светлана, что поделилась, на самом деле, да, это действительно так. Супер. Мама всегда давала нагрузку не по возрасту и физическую и умственность. Сейчас чувствую свою силу выдержки, стойкости и выносливости, физически и морально. Люди это замечают. Значит, это твоя гениальность, при этом, ну, если там еще есть боль, ее, естественно, исцелять, но и те сильные качества, которые наработаны такой ценой, их очень ценить. Они дорого стоили, поэтому, пожалуйста, цените их. Обратная сторона задач не по возрасту, открытие, что и умное, своих талантов и необычных способностей. Да. И вот тут важно увидеть, с каким большим количеством задач не по возрасту я справилась и на это перефокусироваться, в том числе. Сейчас такое смешное заметила. Купила влажные салфетки в одном магазине, потом иду, и заходя в любой следующий, первым делом ищу именно эти салфетки. Мне важно увидеть их цену. На 5 гривен больше ура, на 5 меньше я проиграла. Интересная мелочь, я бы поисследовала. Я очень люблю вот на таких мелочах отлавливать своих тараканчиков. Как вы думаете, то, что мы проживаем эти жизни, это принудительно, добровольно или добровольно принудительно? Идем в пункт первый. Так, сейчас. Пункт первый. Сейчас, ой, простите, это поторопилось. Вот сюда. Я не я, и лошадь не моя. То есть травма о том, что я якобы не выбирала эту жизнь, я якобы не выбирала рождаться. Это травма. Это ложь. На самом деле я выбирала. Без моей воли ничего не может произойти, в том числе насильно жить меня никто не может заставить. то есть я выбрала, но потом вследствие определенных информационных наслоений программы, опыт предыдущих воплощений, различные боли, которые шлейфом тянутся за душой при ее воплощении, приходит иллюзия, что я якобы эту жизнь не выбирала. На самом деле каждый выбрал. Очень чувствую, когда люди манипулируют и сейчас поняла, что это о шестом пункте. Да, да. Вот в том числе засилие манипуляций и то, что сейчас стали об этом много говорить. То есть манипулировали же и раньше. На манипуляциях построено все взаимодействие. В манипуляциях нет ничего плохого в том смысле, что это просто взаимодействие. Я могу не вестись на манипуляции, а могу повестись. И да, сейчас об этом стали много говорить и поэтому есть там наше внимание и в том числе я научаюсь отличать, когда пытаются мной сманипулировать и каким-то образом воздействовать на меня помимо моей воли. Я так много о своей собственной лжи сейчас вижу. Супер. Увидеть это очень, это важно, это самое главное, это первый шаг к исцелению. Я так долго справлялась с задачами не по возрасту, что теперь неосознанно впадаю в детство. Совсем недавно осознала, что не хочу брать ответственность даже за свою жизнь, состояние реальная усталость это про сопротивление, про то, что не присвоена себе вот все эти заслуги, не присвоена своя сила, не присвоена своя крутость, что ты справлялась, справлялась с задачами не по возрасту и не исцелена та боль, которая там была. То есть вот крутость, силу присвоить, боль исцелить и тогда ответственность станет в свое место. И седьмой пункт, еще один мой любимый, по поводу недостаточности, по поводу синдрома Люцифера, как говорит Макс, что на самом деле мы живем в мире избыточности ресурса. Кода взятая день достаточности, я думаю, понятно, она взята из... нам об этом нам рассказали. Нам рассказали, что мало воды, поэтому в Африке засуха. Нам рассказали, что мало еды, поэтому в Африке голод. Нам рассказали, что... что еще нам рассказали, напишите, пожалуйста, в чат, чего не хватает в этом мире. Как это сделать? терапия. Это все делается через терапию. Почему все проблемы в Африке? Потому что это старый пример, и он сейчас никому не болит в основном, потому что есть более болезненные примеры. Да, и почему-то это в Африке происходит, почему-то это случилось, когда туда стали активно приходить добрые белые люди. То есть до этого Африка себе спокойно жила. И там даже голода и жажды не было столько, сколько пришло, появилось с приходом добрых белых людей, пришедших спасать Африку. Поэтому перенаселение планеты, да, перенаселение планеты, недостаточно места для жилья, космические цены на жилье. Я, например, своими глазами наблюдала, как в центре Венеции огромное количество палацов, дворцов стоит пустующими. То есть не могут придумать, что с ними делать. Это в центре Венеции самый дорогой город. Ай-яй. Так. модные одежды побольше и еды. Так нет проблемы в том, что было этого много. Проблема в том, что мы с этим избытком не знаем, что делать. Перенаселение планеты, да, один из мифов. Продукты, все беспитательные средства и без БАДов нам никак не прожить. Ну, я не специалист по этому вопросу, но придерживаюсь того мнения, что современные продукты питания не содержат нужное количество микроэлементов, так как искусственно выращенные почвы очень истощены. Ну, дальше тему не буду продать, потому что я не специалист, то есть я для себя такой мысли придерживаюсь. таяние ледников, формирование треугольника Карпмана. Я, честно, принимаю, что и взум не пускала, сразу пускала. Так, я тоже это заметила этим летом, Венеция уникальна. Да, но я сейчас по поводу пустующей недвижимости и космических цен на нее. Что вы думаете о репелах я о них думаю? Беречь книги, на их изготовление ушло много деревьев. Да, это вот иллюзии того, что в мире чего-то не хватает. Из духовного очень много иллюзий, что любовь нужно заслужить, что любви мало, поэтому ее выдают по карточкам только за особые заслуги. Что еще? по поводу недостаточности. Я когда исследовала эту тему, воды не хватает. Да, поэтому мы имеем возможность прекрасную покупать ее в бутылочках или фильтрами пользоваться, чтобы была вода. Что? Ну, получается, как бы не хватает еды, но при этом тонны еды выбрасываются. не хватает воды, при этом в реке и моря продолжают загрязняться. У нас мало ресурсов, поэтому мы никак не можем придумать, что же делать с мусором, как перерабатывать мусор. Поэтому у нас завалы мусора, потому что у нас не можем решить эту проблему. Это все вот та самая иллюзия недостаточности, а на самом деле мы живем в мире, с которым с избытком, с избыточностью которого мы не знаем, что делать. денег не хватает, эти в банк бери под процент. Да, мне очень нравится по этому поводу анекдот о том, что прилетели инопланетяне на Землю и говорят у вас тут воды мало, люди антарды умирают, что нужно, чтобы их напоить? Нужны деньги. Еды мало, люди от голода умирают, что нужно, чтобы их накормить? Нужны деньги. А что за такой ценный сверхресурс, которого не денег, где, куда, нужно на какую-то планету слетать, чтобы эти деньги найти, еще что-то, где вы их берете? А мы их сами печатаем. И инопланетяне вычеркнули людей из списка разумных существ. Так. Мне всегда жалко вещи выкидывать, стараюсь раздавать. Иногда покупаю вещи в секонд-хенде, если в хорошем состоянии. Это важно, чтобы было от души. То есть вот, чтобы это было не из чувства вины, потому что мне это комфортно, потому что у меня от души это идет. У меня был период, когда я искренне не понимала, зачем мне больше, чем двое джинсов. А двое джинсов мне нужны были, чтобы одни сопли, а вторые носила. И мне было в этом очень комфортно. А сейчас не так. Сейчас мне хочется иметь и у меня одежды больше, чем было раньше. Просто потому, что мне вот сейчас мне так откликается. И в этом мире есть для меня место и на одни джинсы, и на 10 пар джинс, когда это идет из души. Швеция покупает мусор у других стран. Все автобусы ездят на мусоре. Внимание, вопрос, а почему мусор до сих плавает в океане? Это просто вранье, а не иллюзия. Ну, для меня это слова синонимы, если для тебя отличаются, пожалуйста. Пьем из любого экрана в Швеции, как в детстве в СССР. О, я слышу, что ты хвалишь Швецию. Приятно слышать. Я практична и нравится. Вот если нравится, значит все в порядке. Я кайфую от своей практичности. Супер. Как у вас с присваиванием своих суперсил? Некоторые мне здесь подобаются. Класс. Я рада. Я тоже, когда перестала совсем сильно бухтеть на Мюхен, он стал показывать мне красивые места, а недавно показал мне место для вдохновения, куда я прихожу, и над меня прям инсайты набрасываются, только успеваю дышать и как-то их осознавать. Никак с присваиванием. Окей, идем дальше. А с идеей о том, как с идеей о том, что за каждой травмой стоит вполне конкретный, ценный лично для вас ресурс. Это раз. И за каждой травмой стоит та трансформация, которую необходимо сделать человечеству под изменившиеся внешние условия. Где в Мюнхене интересно? Мне нравится Мюнхен. Я не знаю, как это называется. Это парк. Мне там очень нравится гулять, но я не знаю, как он называется. то есть вот эти вот все наши процессы, которые происходили в детстве, они были, то есть то, что я была нежеланным ребенком, то, что меня пеленали, то, что я могла кричать и не получать ответа на свои крики, то есть надо мной не тряслись. То, что я была какая-нибудь там не такая и училась прятать свою уникальность. То, что я совершала сверхусилия и далеко не всегда эти сверхусилия увенчивались успехом. То, что я шла за чужим мнением и позволяла этому мнению наступать на горло свои песни, то, что я верила в свою недостаточность и в то, что что-то мне там выдается по карточкам. На самом деле это все учило меня поменяться, активировать те способности, которые нужны в современном мире. Потому, что мир у нас очень сильно меняется, все меняется и упомянутый human design об этом говорит, и для этого нам нужны совершенно новые качества. Нам нужны не те качества, которые помогали нашим предкам выживаниям. Нам нужны новые качества, и вот через эти процессы мы их формируем. как вам эта идея? Сердечки вижу. Хорошо. У вас случайно нет таких приемов и практик, чтобы полностью освободить свой дух и лететь с этой земли подальше от этих рептилоидов, роботов и прочих механизмов. То есть, если мы учимся или в тюрьме под названием земля, в общем, бросить все и лететь. Очень мило. Наши так. Ага. Так. есть такая шутка была по поводу эгрегоров. Один человек решил выйти из всех эгрегоров и больше его никто не видел. То есть, если вдруг ваш вопрос серьезен, то я бы поисследовала, откуда желание улететь. Если вы просто развлекаетесь, привлекаете внимание, ну, такое. Гибкость, толерантность, стрессоустойчивость, новые качества более важные, чем знания, которые быстро устаревают. Благодарю, вдохновляете в жизнь. Благодарю. 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 Только это все поможет нам измениться и будет изменяться мир. Но мир на самом деле, да, это параллельные процессы. Мир меняется. И на самом деле мир поменяется вне зависимости от того, поменяемся ли мы. То есть, как это? Он делает нам одолжение. Он делает нам одолжение, давая возможность поменяться, чтобы остаться в этом мире. Потому что мир все равно поменяется. Хочу я этого, не хочу. Я могу в этом процессе участвовать, наблюдать, любоваться этой игрой и играть в эту игру. Ну, или сопротивляться. Недавно пришло принятие, что я родилась и живу здесь и сейчас кайфую от этого. На земле офигенно интересно, да. Так, это не шутка, потратил на это несколько лет. У меня нет такой задачи, мне интересно больше поиграть в игру жизни, поэтому я в нее играю. Если у тебя другие интересы, изучай. Я еще под впечатлением от слышного привыкаю к новому взгляду на мир. Вот, благодарю. Пожалуйста, обращаю внимание, что новый взгляд на мир не обесценивает того, что в детстве было больно. Не отодвигайте в сторону своего маленького внутреннего ребенка. если там есть боль, ее важно исцелять. Это не отменяется и не обесценивает той боли. По вере вашей да будет вам то, во что мы верим, такой мир и выстраиваем вокруг нас. Да, так и есть. Фокус зрения развернуть силы и талант не в травму. Очень здорово показали. Благодарю. Как понять, что есть еще боль? Направить туда внимание и все, и боль сразу я у тебя есть. Через внимание, через прислушивание себя, через те эмоции, которые поднимаются, честность. Так, и как должно было бы быть и как можно сделать. Мне очень нравится идея в НЛП о том, что никогда не поздно иметь счастливое детство. И это вовсе не про то, чтобы придумывать себе счастливое детство. И не про то, чтобы проигнорировать все то, что было. А про то, чтобы признать, принять, присвоить, да, это было, взять ресурсы, согласиться с тем, что это было, и использовать это жить и действовать. как теоретически должно было быть прохождение пути Творца становления взрослого человека. Еще какая ситуация в жизни воспринимается без безусловной любви. Да, это хороший маркер боли. Благодарю. Если ситуация в жизни без, нет возможности ее воспринять через безусловную любовь, то значит там еще что-то болит. Если у вас что-то цепляет, значит из вас что-то торчит. Сейчас я подышу. Очень волнительно. Сколько я уже разговаривала? Часик. недавно сказали, что я даже нервничаю уверенно. Вот сейчас я не уверенно понервничаю. Семь шагов путетворца. Что имеется в виду? Имеется в виду те качества, которые постепенно нарабатываются и которые на момент взрослости условно 25 лет, когда уже окончательно заканчивает формироваться человеческий организм, в том числе доформировывается мозг, потому что лобные доли мозга формируются примерно к 25. То есть те качества, которыми человек должен обладать, они формируются постепенно и постепенно человек в процессе взросления осваивает научаются ими пользоваться. Я сейчас буду говорить о некой идеальной картине. Задача это воспринять как информацию и поисследовать что-то, хотя бы какие-то кусочки по каждому пункту у каждого сто процентов были. Вот это уже по этой структуре построен курс, который у меня стартует с ботовым. Я этого очень жду для формирования и активации этих качеств. Итак, все шагов в пути Творца начинаются перед зачатием, когда душа принимает решение воплощаться. Дети воспринимают обстоятельства как данность, а повзрослев начинают страдать из-за своего тяжелого детства. Так и есть. Благодарю, что написал. Да, причем воспоминания, я думаю, все уже знают, что воспоминания это очень нестабильная штука. Она очень сильно меняется. Я помню свою очень яркую ситуацию. Я страдала и несколько лет потратила на то, чтобы это исцелить, что мама отправляла меня в детстве к бабушке. Я типа мама меня бросала на все лето, а ей какой ужас. И когда я уже это все исцелила, мне перестало там болеть. случайно в разговоре мама решила уйти в воспоминания. И рассказывает, что для того, чтобы отправить меня к бабушке, она за полгода до этого начинала переговоры с бабушкой о том, что к ней приедут внучки. Бабушка вообще не горела, не то чтобы сильно там горела желанием видеть своих внучек. и я слушая это и прозреваю. Друзьяна придумала себе пострадашки. На самом деле все было вообще не так, но я естественно не знала, как мама вела переговоры со своей мамой. Но я думала пострадашки, что мама отправляла меня на три месяца, а я, оказывается, совершенно этого не помнила, но я отказывалась какие-то там пионерские лагеря или еще что-то, я именно хотела к бабушке. Вот так вот работает наше восприятие, когда хочется пострадать, то любые обстоятельства интерпретируются как вот они плохие, ужасные меня заставили. Про курс расскажу, вот сейчас расскажу про структуру курса, что там, что там будет происходить и какие качества будут нарабатываться и подробная информация о курсе есть в моем канале, можете туда присоединиться, ссылка сейчас в чате зума есть. Итак, семь шагов в пути творца, с чего начинается? Начинается перед зачатием, когда душа принимает решение о том, чтобы родиться, прожить эту жизнь, получить опыт, какие-то свои задачи решить, качество развития, то есть из огромного-огромного изобильного пространства, в котором есть всё, появляется решение, решение жить, решение жить в материальном мире, в такой-то форме, в таких-то условиях и обстоятельствах, то есть принимается решение. и вот попробуйте прочувствовать эту энергию принятия решения, как она чувствуется, как откликается в теле, какие процессы запускаются, и как это решение, какое действие, какое движение энергии. И вот в этой фразе ещё важное слово принять, то есть не придумать, не создать, вот это вот наше очень устоявшееся выражение принятия решения, то есть решение уже существует, и я его принимаю. Вот именно в том самом включённости принятия внутреннего согласия с этим решением. И следующий шаг, когда я приняла решение, оно закрепляется зачатием, то есть выделяются ресурсы под этого конкретного человека. И ресурсов очень много на самом деле выделяется под человека. То есть вселенная огромное изобильное пространство выделяет ресурсы для того, чтобы взрастить человека. И это и духовные, и материальные ресурсы. Вселенная, ну, как бы, она мудрая, она всё знает, она в курсе, что для человека, для его роста, развития, для его творческой жизни, для его творения, и в том числе для потом взрослой творческой деятельности нужно очень много ресурсов. И вселенная с этим согласна, согласна, подписывает, Земля подписывается, планета подписывается, родовая система подписывается, то есть все согласны. Ни у кого, кроме самого человека, нет вопросов к его жизни. поэтому вся вселенная фактом зачатия подтверждает всё ок, для тебя есть все ресурсы, которые под твоё решение. И начинает решение воплощаться, то есть тут включается следующий этап, это воля, это период внутриутробного развития, это вот то, что я говорила, в том числе очень классно на контрастах понимать, что если я хочу жить, то родители, внешний мир, ещё какие-то обстоятельства, они ничего не могут с этим сделать, потому что я приняла решение, я более изъявила его. И под мою волю начинает формироваться та ветка реальности, в которой становится возможно осуществление моего решения. То есть прям процесс формирования ребёночка из эмбриона к ребёночку, это как раз иллюстрация того, как реальность формируется под мою волю. Мне ничего не надо делать, специального. Оно само всё происходит, процессы заложены, все механизмы есть. Это всё работает просто по моей воле. То есть сейчас мы перейдём к избыточности действия, просто осознавайте и чувствуйте. То есть я воле изъявила, я мир сказал, окей, на тебе, вот. И все ресурсы. То есть для того, чтобы мне вырасти из эмбриончика в ребёночка, мне ничего не нужно делать, мне не нужно искать еду и всё остальное. Оно само происходит и само всё ко мне приходит. И вот это как раз демонстрация того, как самая яркая иллюстрация, как вселенная под мою волю обеспечивает её исполнение. Следующий этап, когда решение принято, появляется чувство лёгкости. Да. И эта вот лёгкость, она очень энергетичная такая. Следующий этап это действие. Это примерно период с рождения до что-то у меня странно ведёт себя мой компьютер, но вроде всё. Это период примерно с рождения до трёх лет, плюс-минус. То есть когда человек начинает осваивать своё тело, учится как раз движением и действием, в том числе учится ходить, учится осваивать, как этот вообще биоскафандр работает и происходит знакомство заново знакомства души и тела вот в этом воплощении такой коннект, когда есть возможность уже на материальном мире, на таких конкретных примерах получить опыт проживания этой жизни в материальном теле. То, ради чего пришли наши души, то есть получить мы души, проживающие опыт материальной жизни. чтобы действовать в материальном мире и чтобы научиться, как это происходит. Поэтому действие важно, но действие должно быть соответствующим, либо же бездействием. Легкость возникает, когда не сомневаешься в решении. Откуда это сомнение? Если решение принято, всё, это точка. Обратного пути нет. Сомнение – это иллюзия, что может быть по-другому. То есть примерно до трёх лет, я сейчас очень сильно обобщена, человек осваивает своё тело, учится им пользоваться, учится действовать и учится прям вот таким прямым связям, сделал шаг, переместился в пространстве. Следующий этап – это примерно где-то лет до пяти. Нарабатывается качество честности. В нашем мире чаще всего нарабатывается лживость, но мы про честность, мы про идеальный мир. Зачем нужна честность? Для того, чтобы понимать, кто я, какими качествами обладаю, для того, чтобы постоянно знать, в какой точке А в данный момент я нахожусь. И вот эта вот честность, она через контакт со своими эмоциями, через признание своих эмоций, через умение видеть, что другие-другие. Еще хотел сказать, каким образом честность теряется, когда ребенок начинает объяснять и оправдывать, то есть если ребенок живет в какой-то плюс-минус враждебной среде, именно в возрасте около пяти лет формируются первые объяснительные схемы. То есть для того, чтобы как-то выжить, как-то адаптироваться, как-то встроиться в эту не очень дружественную среду, ребенок начинает себе какие-то объяснительные схемы строить. Почему так? И вот тоже это момент, когда честность теряется. на самом деле это период, когда честность она обретает свою многогранность. Многогранность, многоуровневость и расширяется восприятие мира, расширяется возможность в своем сознании уместить многоуровневость и многомерность и в том числе уместить в своем сознании разные проявления одного человека. это вот хорошо было бы сделать. Честность помогает не впасть в иллюзии. Честность вообще очень полезная штука. Как это? Практикую и тренирую. Улучшаю. Следующий этап это самостоятельность. Я уже говорила, это один из больных моментов, когда обучение опоре на свои силы через освоение этих сил, через действие. То есть я сделала, у меня получилось. Если не получилось, то что не получилось? Как переделать, чтобы получилось? Как сделать по-другому? То есть нормальный, естественный процесс обучения. Еще здесь такой момент, это про умение принимать помощь. Это на самом деле тоже про взрослость. Потому что если вдруг вы не можете просить помощи тогда, когда она вам нужна, это как раз не про взрослость. А самостоятельность она в том числе о том, чтобы уметь принимать помощь, уметь принимать, содействовать. На портале мастеров будет вебинар про честность. Супер, Настасья, благодарю, что поделилась. А когда будет? Дата есть? То есть вот эта вот самостоятельность, она в том числе для того, чтобы принимать помощь и понимать, где мне сейчас нужна поддержка. И, конечно же, это прознание своих «хочу-не хочу», но больше «могу-не могу». Я сейчас исправлю после вебинара. Планировала в эту субботу, но похоже на воскресенье. Переисово следите за анонсами. Благодарю. Ответственность. Это следующий этап. Это примерно подростковый период. Это когда начинает сильно меняться человек и старые схемы перестают работать. Это вот как раз период подростковой, половое созревание. Это период, когда девочка переходит в девушку и очень сильно меняется тело. то есть очень сильно меняется человек и соответственно логично меняются его вкусы, его отношения, его восприятие и те правила, по которым он готов играть. И вот это вот про ответственность, про изменение, что то, как я хотела играть раньше, то, как я хотела действовать раньше, для меня сейчас не подходит. И ответственность это про то, чтобы это признать, принять и изменить, переделать, сделать по-другому, сделать по-своему. Вот ответственность, она про это. Опираться на внутренние ощущения, которые актуальны в настоящий момент. Именно поэтому она больше всего в подростковый период формируется, потому что там вот эти уже сознание доросло и изменения очень явные. и очень часто это сопровождалось совершенным непониманием, не может же быть по-другому, как по-другому, что по-другому. Вот эта вот растерянность, идея в том, что по-другому это нормально, изменения, это нормально, всё в порядке. Раньше человек выглядел так, теперь выглядит по-другому, кто-то очень быстро растёт, у кого-то ещё какие-то изменения в теле очень быстрые происходят. и это связано с тем, что изменения это нормально и не нужно цепляться за свою старую образ личину, образ действий, за старые свои вкусы, а можно действовать по-новому. И я так условно разделила, что это примерно до 18 лет, но это очень условно, и примерно с 18 до 25, до 25, потому что к 25 заканчивается формироваться мозг человека, это про самодостаточность и в том числе это про способность быть с другими, в контакте с другими, оставаясь собой. Это тоже про самодостаточность, про возможность идти в партнёрство, в цельное, в такое, в полноценное развивающее партнёрство, когда мне не нужно подстраиваться, мне нужно из себя что-то изображать, и при этом я могу очень сильно отличаться и оставаться в контакте с другими людьми. Какие из этих качеств удалось прочувствовать, вспомнить себя, либо же как-то активировать, прогрузить? напишите, пожалуйста, в чате, как вы сейчас? Мне кажется, очень много информации, мне, конечно, очень хотелось её выдать, потому что меня от неё разрывает, и чем больше выдаёте, больше её приходит. И учусь просить помощи. Да, это тоже часть взрослости, умение просить помощи. застряла в подростковом возрасте, всё, особенно вижу и чувствую сейчас на примере сыновей 13-15 лет. Благодарю в обработке, двери открываются, дальше. Ответственность учусь брать, масштабно расширяющая самостоятельность, самоценность резонирует. А у меня сейчас есть ощущение, что очень много информации, есть некоторый перегруз и зависание. Есть ли у вас такое ощущение, или это только у меня? Я сейчас посмотрю, что ещё я обещала рассказать. И учусь видеть свои силы и возможности. Супер, есть. информация заходит к горячей пирожке, останавливаясь сопротивление, просить помощи или оказать помощь из-за отклика. Супер. я сейчас посмотрю, что ещё обещала сегодня рассказать. происходит ментальная обработка информации, процессоры немного перегреваются. Действительно много информации, если будет запись, то пересмотрю ещё раз. Да, я думаю, что я не знаю, даже буду лишь ещё давать эту информацию. А если давать, то буду делить на части. Шестой, седьмой пункт. Выразился, научилась просить помощи, легко даёт, соответственности научилась. По принятию силы, что в каждой травме есть сила, это круто. Дайте ссылку на ваши социальные сети. сбрось пожалуйста ссылку на мой телеграм-канал. Информация о курсе и ссылка на соцсети будет в описании к видео, когда выложим запись на ютубе. У меня как-то по ощущениям не простроен мостик между информацией предыдущей этой. Между какой предыдущей этой информацией. Я очень рада, что здесь. Благодарю. Ощущения перегруза нет. Есть чувство удивления и несовпадения, поскольку ожидалась какая-то практика так же, как раньше. Практикуйте немножко по-другому. Через осознание. Практика будет в субботу. В субботу будет первый эфир курса. Там, где будет про принятие решения и там будет практика. И для сейчас у меня есть предложение о возможности прийти на первый эфир для того, чтобы прочувствовать. И если захотите принять участие в курсе, то принимать. Первый эфир курса будет в субботу в 9 утра по Киеву. Информация детальная будет в моем телеграм-канале. Ссылка есть в чате. Сейчас можно переходить и будет в описании к видео. Какая классификация по возрасту и качеству из моего практического опыта, из тех исследований, которые я проводила и из тех чувствований, на которых я опираюсь, когда работаю. Информации много, ценно, все, продолжаю работать. Чувствовать себя, как просить помощь от опираться на других, часто не знала ответ на вопрос, поэтому в поиске ответа обращалась с другим. Это тоже вариант обращаться в поиске ответа к другим, но постепенно отличать, где я опираюсь на других, либо же пользуюсь помощью. Тоже послушала бы еще раз, супер. Информации много, много осознаний, я рада. В индивидуальной работе, наверное, было бы эффективнее, проработать не совсем на себя прочувствовал. Это сейчас вообще было не про чувствование, это было больше про расширение ментального осознания. Да, конечно, в индивидуальной и групповой работе это с погружением в каждое качество, с погружением в каждый возраст, это естественно прочувствуется и эти качества активируются, интегрируются и проживаются. Через каждый возраст, проходя и активируя их уже сейчас на уровне взрослости. Да, индивидуально этот курс тоже я провожу, делаю и активирую эти качества. Тело реагирует на информацию, особенно ноги. Интересно. Третий пункт в списке семь сил спрятанных за травмами, третий пункт семь шагов творца как будто бы разным. Может быть, пересмотрю, прочувствую. Это очень как бы это сказать спонтанный эфир в том смысле, что готовилась я к одному, а потом прибежали, прибежал табун инсайтов и срочно нужно было все переделывать. поэтому может быть какое-то ощущение несогласованности, потому что одна сфера рассматривается очень разных сторон. Формировать инсайты в слова это вообще очень сильно непростая задача. С информацией на предыдущем слайде и на этом нету синхрона. Что на этом слайде, что было на прошлом в целом если брать. Благодарю за ваши комментарии по поводу подачи информации это очень ценно. Я это учту когда буду делать следующие слайды. Я надеюсь, что все-таки информацию удалось воспринять и возможно у кого-то есть вопросы по личным ситуациям, потому что я обещала блиц-разборы по тем каким-то болезненным ситуациям, которые есть и были в детстве, которые вас еще беспокоят. Если не удалось найти ответ через те примеры, которые я приводила, то можно сейчас разобрать, если у вас есть вопросы и если у вас еще есть качества, которые вы не любите, от которых вы хотите избавиться. мы можем вместе поисследовать и поискать, какие суперсильные стороны эти качества вам дают, какие дополнительные ресурсы. для меня эти семь пунктов как путешествия. Спасибо. Да, действительно, это путешествие. Это такой крутой путь постепенного формирования преобразования. Ариана. Вижу твою поднятую руку. Слышно меня? Да, слышно. Может быть, камеру можно включить? Да, 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 я просто не разобралась сначала. Есть видео или нет? Да, есть. Отлично, я у себя чем-то вижу. Благодарю за эфир, очень познавательная вообще совсем с другой стороны информация. и очень понравилось про периоды, которые вот чувствование, да, возраст, когда эти все реакции там у нас были. Есть жизненная ситуация вот на разбор. Это я так подозреваю, что это больше про действия. Вот. Но до конца не разобралась. Был момент, когда я хотела очень погладить свое платье, проявить инициативу. Знаю, это был возраст какой-то там третий класс, наверное, что-то в этом роде. Вот. Мама мне разрешила все-таки это сделать, и я спалила утюгом ковер. То есть я гладила и поставила его, прижгла так конкретно. Вот. И все бы ничего, но мама, когда это увидела, начала сильно плакать. вот, и я ощущала страх, потому что я не видела еще до сих пор, ну, до того момента, как мама плакала, ощущала вину. Вот. И до конца вот я не понимаю, во что это могло вылиться в реакциях. То есть недавно эта ситуация мне вспомнилась в работе с собой. это по вопросу действия, то есть у меня есть такая история, что я тянусь с действиями постоянно, или в этом может быть завязано что-то еще, вот если брать все вот эти пункты, да, все травмы, которые есть. Так, и я все равно не понимаю вопрос. Вопрос по поводу того, вот как может вы что-то подсветите или подскажете, какая еще травма могла там сформироваться. Цель вопроса в чем? Ну, ты узнаешь, я просто, ну, пока не задан вопрос, я не могу понять, что ответить. То есть хорошо, ты будешь знать, какая травма, чтобы что? А чтобы проработать? А ты не чувствуешь ту эмоцию, которая в этой ситуации еще лежит? Нет. То есть эта ситуация всплыла, но при этом никакой эмоции она не поддерживается? Нет, какой-то сильной эмоции в ситуации нет. Я не знаю, может, она вытеснена просто была, но я сильной эмоции в ситуации не чувствую. если, смотри, если всплыла какая-то мысль, какая-то ситуация, то для того, чтобы понять, что с ней делать, важно идти за эмоцией. Ты сейчас перечислила факты, не было эмоций. Я не смогу подсветить без информации об эмоциях. То есть это просто факты. Я сказала, я же сказала, что я чувствовала страх и вину в процессе. А сейчас? Это самые яркие эмоции, которые были. А сейчас? Что чувствуешь? Сейчас, когда вот вспоминаю вообще эту ситуацию, какое-то более ровное состояние, какой-то выраженной реакции какой-то нету на сейчас. Тогда с какой целью спрашиваешь, если там нет реакции, если там нет эмоций, там нет энергии? Угу. Угу. Просто я не поняла, вот для чего-то эта ситуация мне всплыла, то есть мне ещё там нужно что-то доразбирать или по факту уже нечего, оно просто само собой уже произошло. Ну, если тебя это волнует, поисследуй, но если там нет энергии, если там нет эмоций, то что там разбирать? Угу. Поняла. Хорошо. Благодарю. Берём. Да, Светлана? У меня такая ситуация, я ещё допроживаю всё то, что было в ретрите, вот, и идёт проживание с одной стороны экзистенциальных кризисов, а с другой стороны у меня состояние, в котором я сама себе закрываю сердце. Да. Вот. И это состояние это авида, вот, и это связано с мамой каким-то образом, вот, вроде бы, как я исследовала, мамы нет уже много лет, это извини, что я перебиваю, а вопрос в чём? Вопрос именно в моём состоянии, когда я захлопываю, вот, сама захлопываю сердце, то есть я не выдаю из себя эту радость, эту любовь, и вопрос в том, я не понимаю, как я это делаю. Исследуй. Что мне, да, что мне нужно сделать, ну, осознания, вот, за эти дни, они, конечно же, пришли, вот, и принцип следующий, чем больше я отдаю, потому что схлопывание, это как раз только это то, что обнаружено, тот момент, когда я не отдаю. Так, я зажимаюсь в чувствах, и вопрос, опять же, вопрос, что ты хочешь сейчас узнать? Я сейчас хочу узнать, как это прожить, как это, ну, как это обнаружить, как это прожить, скажем так. Это, это что? Ну, вот эти состояния мои. Какие? Назови. Ну, обиду, отсутствие радости, уныние. Ну, ты же ретрис проходила? Да. Я понимаю, что это эти состояния, которые, ну, как, на выход. В смысле, на выход? Ну, в плане в том, что я уже проживаю и с ними справляюсь. И приходят вот осознавания. Так, тогда подожди, я не поняла. Ты спрашиваешь, что делать с состояниями, ты их проживаешь и справляешься с ними? В чем вопрос? Да, в принципе, вопроса, получается, нет. То, что я взрослая, я с ними справляюсь, просто, возможно, не с такой скоростью, с которой хотелось бы. Вот и все. Отцепись от себя. Все. Благодарю. Ты идешь с той скоростью, которая для тебя возможна. Это тоже про самостоятельность и слышать свою скорость. Да, 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 да. И на самом деле очень важно то, что я поняла, что то, что я прошла за это время, действительно круто. сейчас еще некоторые, скажем так, учусь опираться на те свои сильные стороны, на свои силу, на то, что реально освобождается. Ура! Благодарю! Благодарю! Да, Александр! Всем добрый вечер! Подсветите, пожалуйста, вопрос такой, что какая сила может быть за апатией, прокрастинацией, ленью? Примерно тот самый вопрос с чатем, какая суперсила в лене? Я не читал чат. Ну, я сейчас просто прочитала, я думаю, ответить на вопрос могу сразу на два вопроса ответить. Суперсила в лене это не делать то, что не хочет моя душа. Потому что, когда моя душа чего-то хочет, когда я чего-то хочу, там нету лени вообще, об этом олене речь не идёт. Я могу работать, ну, не 24 на 7, но 20 часов в сутки точно. 24 на 7 можно. Вот согласен. Когда я этого хочу, да. А лень создано для того, чтобы я не делала то, что я не хочу. А апатия, это да. А это когда я себя заставляю делать то, что я не хочу делать. Когда я насилую себя. И получаю сопротивление. И тогда нету сил, потому что что я не делаю то, что хочу, я пытаюсь сделать то, что я не хочу. И на то, и на другое уходит колоссальный объём энергии вместо того, чтобы жить. Благодарю. Прощай, Пош. Когда мы собираемся вместе, то образовывается поле энергии, а поле это энергия. Куда девается эта энергия, когда мы расходимся? Хороший вопрос. А откуда энергия берётся? Я так подозреваю, что туда же она девается. Это просто сейчас не совсем тема эфира, поэтому информационного потока, поэтому нет. Если я буду делать эфир по этой информации, тогда поток может открыться, ответ может быть другим. Часто даются два варианта решения ситуации. Снова гоняю себя в сомнение, что лучше выбрать. Теряю энергию, всегда сомневаюсь, что выбрать. И это был вопрос или просто описание того, что есть? Если есть отклик, принимаю решение, но постоянно откладываю само действие. С чем это связано? Это вопрос на детальное индивидуальное исследование. Посмотреть, почему откладываешь, какие причины, какие состояния, какие эмоции. Именно откладывание это действие. Поисследуй это действие. Что происходит? Может, какие-то внешние вмешиваются. очень поздно. Боже, такое освобождение оказывается, спешить это не ок, что можно давать себе время, что нормально вообще. Быть расслабленной, чувствовать, давать время чувствам. Да, все ок. Любое состояние это ок, любой процесс это ок. Может, еще у кого-то есть вопросы по вашим болезненным ситуациям, травмам или качествам. Какая суперсила за качествами стоит? По поводу курса приглашаю вас с вопросами в свой канал, с удовольствием отвечу там на вопросы. есть ли еще вопросы по сегодняшнему эфиру? Так, что выбрать? Почему отклика нет? Страх не поняла. Болит горло уже полтора месяца, ни битибиотики, ни лекарства не помогли. Ну, я бы рекомендовала бабочку с перепросмотром пойти туда, поисследовать, прожить. И я лично для себя люблю еще автоматическое письмо, в том числе и с физическими болями тоже хорошо работает. какая суперсила за травмой отверженности? Какая суперсила травмой отверженности? Это суперсила увидеть, что я могу выжить без общества. Одна из программ, которые нам достались из нашего прошлого, это о том, что человек без общества, человек без общины, человек без других людей выжить не может. И поэтому есть очень страх потерять своих людей, потерять свою среду. И ситуации с отвержением показывают, что меня отвергли, а я есть. Что я могу жить вне этой среды. Какое суперсила в том, что били в детстве? Я тоже исследовала этот вопрос, потому что меня долго беспокоило, зачем меня били в детстве и как я для себя это нашла. для того, чтобы обнаружить, что боль это не причина перестать действовать и для того, чтобы обнаружить, что после боли есть жизнь. То есть сейчас, когда я исцелила эти ситуации и смотрю на это уже спокойно, я могу видеть, что да, мне было больно, но все равно выжила. И что жизнь, она и через боль тоже протекает, там дальше за болью продолжается. То есть обнаружить, что жизнь все равно продолжается. Сеня, я вот эти односложные не понимаю. Дякую вам, ваши приятные подтверждающие на правильном шляху, яка суперсила за поревнянём с собой за иншими, за страхом невдачи. Тут уже сравнивать себя с другими. Для меня это про поиск новых своих качеств. Это если в позитивном ключе взять, это про исследование. Про исследование себя. А есть ли у меня такое качество? А есть ли у меня это качество? Про то, чтобы стремиться развивать свои качества. за страхом неудачи строится суперсила это желание получить. И вот если идти не за страхом неудачи, а за желанием получить, то тогда вот там вот суперсила и раскрывается. жертвы насилие какая сила? Вот тут я честно не исследовала. Я бы с удовольствием поисследовала эту тему, потому что у меня в работе этого не было. Это у меня еще не исследованная тема. пока не могу ответить. Меня ставили в угол, мне там нравилось. Время побыть собой в честности. Вот я тоже когда исследовала свои различные детские процессы, один из моментов, чтобы оставили меня в покое. Получается, когда детей воспитывали более требованно, заставляли трудиться, то они вырастают сильнее, а когда оберегали, то они могут вырасти неуверенными. Я бы не стала обобщать вообще ни разу. Каждый раз по ситуации, каждый раз индивидуально смотреть по каждому человеку и вот на конкретный какой-то пример не накладывать среднюю температуру по больнице. Сегодня эфир был очень о такой средней температуре по больницам. Как на каждого конкретного человека повлияло, это нужно еще посмотреть, потому что если оберегали, то смотря как оберегали, если оберегали с развитием способностей, то это могло помочь вырасти человеку очень уверенному, который может на себя опереться. Поэтому тут каждый раз нужно смотреть по ситуации. «Суперсила за скромностью и застенчивостью» Хороший вопрос. Я прям вот это качество не рассматривала, хотя сама очень люблю скромничать и стесняться и уменьшать свои заслуги и возможности. А у кого есть какие идеи? Вы же много знаете, я вам рассказала много всего. А набросайте идей в чат. Какая может быть суперсила за скромностью и застенчивостью? Я подумаю тоже, что дает скромность Прямо интересно, что мне дает скромность? Это больше про уверенность, про сохранность не выделяться, про отсутствие потребности выделяться, если мы говорим в позитивном ключе, то есть если это скромность дает безопасность своим суперсилам. Благодарю. К поводу не выделяться, если это в позитивном ключе, рассматривать это тоже про не делать избыточных действий, про то, чтобы не вылазить из кожи вон. Стержень, опора на себя. Да, для меня скромность очень сильно про это. Благодарю, благодарю, что включились, написали. отсутствие гордыни. Ну, я бы не сказала, что скромность это отсутствие гордыни. У меня есть это и другое, прекрасно считается, вообще никаких проблем в сочетании нет. иду. Я тотально не иду во взаимодействии с единомышленниками, я понимаю, что они же многогранны и этим своим боком мои, а другие не мои. И я как бы фекаю, как эго. Хочу абсолютно своих. Отлично. Ну, возможно, для тебя это подходящий вариант, вопрос в мотивации и твоих ощущениях. Я вот сейчас, например, прохожу курс в группе, где вообще я в поле Макса очень подробно тусила два года. Мне все было хорошо, отлично, все мои люди, все замечательно. А тут я пошла во внешний мир. И там у нас групповая работа в мини-группах людей, подобранных случайным образом. Они все такие другие, они вообще не в курсе наших фишек, они ничего не знают про это и с ними так интересно. У них такой другой взгляд на мир, на действия. Они живут такую другую жизнь. Я когда посмотрела на этих людей, я прям как иммигрант увидел мир, он у меня настолько расширился, поэтому я поняла, что я иду во взаимодействие с не своими людьми, потому что меня это расширяет, расширяет мою картину мера. Потому что когда я взаимодействую со своими, я сужаюсь. Это прекрасная страна очень любящих, заботливых, понимающих людей. Все замечательно, только тут же происходит такое сглаживание углов, мои травмы не так хорошо выгуливаются, как во внешнем мире. Это принимающая среда, она прекрасна и замечательна. Но для исцеления боли очень классно, когда есть внешние триггеры. И вот в этом внешнем мире куча внешних триггеров, которые я потом обрабатываю и становлюсь сильнее на этих процессах. Поэтому тут каждый выбирает сам себя. Если душа выбирает все это, то получается карма прошлой жизни не работает. Сложный, длинный вопрос. Я бы все-таки пошла в индивидуальное исследование по человеку, то есть опыт прошлой жизни точно работает, а у кармы есть разночтение в понимании. Что такое карма? Поэтому это еще термин, который нужно уточнять. Креативность, не быть как все. Самодостаточность. Да, кстати, в скромности есть самодостаточность, углубиться в себя. Огромная благодарность, очень интересный эфир, я осознала важный момент, буду проживать. А гордыня какую суперсилу дает? Ну тут готова поделиться, это одна из моих любимых суперсил. Гордыня. Что мне в свое время дала гордыня, когда это еще я была на низком уровне осознанности? Я не сделала очень много глупостей, потому что считала себя выше этого. И я сейчас этому очень рада. Поэтому моя гордыня была предохранителем от всяких разных нехороших вещей. Поэтому можете последовать свою гордыню, что она вам дает. Очень сильно сохраняющие меня чувства. обесценивание себя какую силу имеет? Обесценивание, обесценивание, обесценивание. Так, хорошо, накидать идеи про обесценивание. Давно этим не занималась, но где-то еще есть. Сейчас поищу. Восприятие мира целостным и частичкой мира. обесценивание. Обесценивание. Цены поменять можно. Доступность. Да, есть в обесценивании возможность идти в контакт. Есть такая открытость к контакту. Что еще? Так, военные. Не принимай потому, что непринятие и внутреннее возмущение это взаимодействие другими людьми. Можно, конечно. Страх знать себе цену. Да, кстати, это и про ограничение себя может быть. То есть, если я условно назову себе цену, то я себя ограничу. Есть такое. Какая суперсила в чувстве вины и самонаказании? Чувство вины, суперсила это о чем говорит чувство вины, что я якобы причина того, что произошло. якобы что-то случилось из-за меня, причем во всем мире, неважно я там участвовала или не участвовала, якобы все произошло из-за меня. это про ощущение своей очень большой силы, ощущение своей возможности влиять. Да, влияние на самом деле происходит по-другому, потому что все исходит из меня, но именно чувство вины создает вот это ощущение своей силы, если посмотреть на ресурс. Самонаказание это про власть, про тоже про меня настолько много силы, что я могу эту силу посвятить саморазрушению. Хорошо. Я думаю, что на сегодня можем завершать. Благодарю за участие в эфире. Приглашаю вас развивать, исследовать эту тему, развивать в себе эти качества. Если пожелаете попробовать развить, то приглашаю в среду делаю такое предложение первый эфир моего курса пройти для того, чтобы прочувствовать и информация будет в моем канале. в телеграм канале, подключаться. Благодарю вас за участие, благодарю за включенность, за возможность поделиться этой информацией, за то, что получилось ее выдать и структурировать. и если пожелаете рассказать, как потом этот эфир повлиял на вас, эти осознания, как внедрили их в жизнь, как сделали шаг дальше, то буду очень рада, потому что меня очень радует, когда информация, которой я делюсь, есть, она находит продолжение, проявленность в действиях, в жизнях, это как раз одна из моих миссий, делиться такой информацией, которая меняет жизнь, состояние и процессы. Благодарю за красоту, проявленную в этом мире и поле, благодарю за эфир, благодарю вас, благодарю, все, до встречи.